Лыжная гонка в Соколе-Горы проходит в Самаре. Восьмую зиму она стала настолько популярной, что появилась ее ночная версия. На старт вышло около двухсот спортсменов. Есть гости даже из Японии и Швеции. Владимир Пивень и Александр Туркот приехали на ночную гонку в Самару из Казахстана. Друзья рассказали, что таких соревнований они еще не видели. Впервые спортсмены побегут на лыжах под свет головных фонариков. Прекрасное настроение. Все, кураж есть, желание есть, лыжи катят. Значит, все пойдет. Ночная гонка – это первый этап из трех стартов соревнований Соколе-Горы. Спортсмены бегут две дистанции. Пять километров – начинающие и женщины. Десятку – мужчины. Это очень зрелищное событие, потому что оно проводится уже очень давно у нас, уже такое традиционное. И очень красиво все это выглядит, когда несколько сотен лыжников уходят в лес с фонариками, когда пробегает финишный створ. У кого не получилось выиграть ночную гонку, попытали спортивное счастье в субботу и воскресенье. Их ждали семь дистанций. На любой вкус и уровень подготовки – от 10 до 51 километра. Стартовали участники в 11 утра. Вот одно из самых статусных мероприятий, которое привлекает огромное количество людей, не только, оно не локальное, оно уже носит в международный формат, фактически, да. Поэтому это его и есть особенность. И организаторы большие молодцы, потому что они кладут огромное количество усилий для того, чтобы развивать именно этот формат. И я уверен, что он не остановится и с каждым годом будет все более насыщенным и будет привлекать гораздо больше участников, постоянно расти. В конечном итоге мы станем, наверное, самым значимым событием Российской Федерации. За три гоночных дня на трассы вышло более тысячи участников. Лыжники представляли половину регионов России. Были среди претендентов на медали и зарубежные спортсмены из шести стран мира. Соколи-горы – это, безусловно, самые престижные сейчас лыжные старты, которые проводятся в Самарской области. Мы очень этим гордимся. Эти старты даже завоевали второе место в туристической премии Russian Event Awards. И это большая гордость и честь для нашего города. Самара постепенно становится меккой спортивного туризма. Ведь кроме гонок, лыжников в свободное от стартов время ждали экскурсии по городу и обширная развлекательная программа. Сергей Кизоркин, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Сергей Кизоркин, Константин Головин, Николай Сидоров.